всем привет меня зовут Артем канал TutorCG это курс по iClone в этом уроке разберем меню Modify первые параметры Smooth Mesh необходим для того чтобы подразделить геометрию тем самым увеличится количество полигонов и при этом модель сгладится то есть будет более гладкая поверхность если мы добавим например вот этот персонаж и немного к нему приблизимся затем нажмем Ctrl G чтоб скрыть Grid то вы возможно заметите что голова у него такая немного ромбовидная то есть идет как бы такими углами если вам нужно более гладкая поверхность то разумеется вы можете перейти в Modify, Smooth Mesh и включить например Tesselation начнется просчет геометрии и как бы в интерактивном режиме то есть прямо во вьюпорте геометрия будет сглаживаться и подразделяться и сейчас как мы видим эти ромбики пропали потому что количество полигонов стало гораздо больше горячая клавиша для того чтобы отобразить топологию объекта Alt плюс 3 также это доступно если перейти в сцену если выбрать объект у этого объекта будет такой вот значок в виде куба если мы открываем то здесь всевозможные шейдеры для просчета поверхности объекта Normal это вариант по умолчанию также эти опции Tesselation и Subdivision доступны в окне Modify если выделить объект перейти на вкладку Modify и перемотать чуть ниже то здесь будет раздел Smooth Mesh и как мы видим сейчас выбрана именно тессиляция то есть под разбиение в интерактивном режиме если мы опять нажмем Alt 3 и деактивируем чекбокс Smooth Mesh то это будет оригинальная топология самого персонажа без изменений если мы перейдем в Modify Smooth Mesh то тут будет стоять галочка Original то есть оригинальная и как только мы активируем чекбокс Smooth Mesh нам доступно два параметра Subdivision и тессиляция разница в том что Subdivision вы можете управлять здесь есть максимальное значение 3 для Level of Real Time Preview этот параметр необходим чтобы интерактивно во viewport смотреть как подразделяется геометрия если поставить на 0 то будет оригинальная геометрия как мы видим сейчас во вьюпорте это топология триангулирована то есть полигон разделен еще по диагонали это значит что сетка триангулирована если бы сетка состояла только из квадов то Subdivision Level более корректно производил функцию под разбиение геометрии так как геометрия состояла бы только из квадов так вот вы можете увеличить количество под разбиений выйти из режима Warframe сетки нажав Alt 3 и посмотреть как ваш персонаж выглядит возможно вашему персонажу либо какому-либо объекту понадобится больше под разбиений здесь есть значение 1 2 и 3 разумеется 3 самое большое видим что полигоны довольно таки маленькие при значении 2 полигоны чуть больше и при значении 1 персонаж прям слегка сглаживается второй параметр Level for Final Render как понятно из названия он необходим для финального рендера и суть в том что большое количество полигонов во вьюпорте будет сильно нагружать вашу систему и так как вьюпорт считается real-time рендера то это возможно добавить фризы все будет подлагивать и это конечно же неудобно использовать во вьюпорте высокополигональные объекты которые превышают возможности вашего компьютера для real-time просчета и задумка в том что с помощью Level for Real-time preview вы можете настроить количество полигонов посмотреть как это будет выглядеть в режиме Warframe и в простом режиме когда видны текстуры и если вас устраивает например subdivision с параметром 2 то вы можете уменьшить Level for Real-time preview до нуля и будет использоваться низкополигональная сетка та которую была у персонажа но на втором параметре поставить цифру 2 с такими настройками во время создания сцены и работы во вьюпорте у вас не будет подразделяться персонаж но как только вы начнете рендерить эти параметры применятся и у вашего персонажа увеличится подразбиение ровно на 2 так работает smooth mesh далее давайте добавим персонаж у которого есть рот нажмем горячую клавишу j для того чтобы приблизиться к лицу дабл кликом выделим персонажа перейдем меню modify и здесь будет доступна опция open mode открыть рот в общем это быстрый вариант как добраться до этого параметра вы можете открыть рот и как только рот становится открытым у вас доступна следующая функция high touch спрятать зубы это поможет когда вы настраиваете например текстуру зубов можно открыть рот посмотреть какие у него зубы каким цветом и настроить это на вкладке modify textures но если зубы вам мешают настроить внутренности рта то вы можете спрятать зубы и тем самым вам не будет ничего мешать видите как бы что находится внутри изменить текстуру возможно на более темную или более красную например следующие три параметры касаются персонажа в g5 g5 это старые персонажи которые использовались в iclon если мы перейдем в официальную документацию здесь можно принципе перевести если вкратце это тут написано что эти персонажи g5 они использовались в предыдущих версиях iclon и у них были параметры для того чтобы настраивать лица и раньше в старых версиях персонажей была вот эта вот функция изменяет глаза делать больше и меньше и в общем то по большей части вот эти три опции работают со старыми персонажами g5 сейчас используется персонажи g6 более новые следующий параметр collision shape относится по большей части к физике здесь как мы видим есть схема персонажа и кликая по каким-либо частям этого персонажа вы можете настраивать коллизию переводится как столкновение если он например должен пинать мячик для ноги необходимо сделать более точную коллизию сейчас это просто как бы квадрат и с помощью этого инструмента можно добавлять примитивы которые служат коллизии есть бокс сфер и капсуль стандартные примитивы для того чтобы сделать это и так как этот инструмент касается по большей части физики то разумеется его мы будем разбирать в уроке по физике далее параметр конверту terrain и конверту проб эти два параметра служат для того чтобы сконвертировать проб terrain и наоборот terrain в проб дело в том что объект terrain и объект проб отличается своим функционалом и параметрами на terrain можно распространять например траву растительность с ним взаимодействует персонаж а также вдоль него можно с помощью параметра terrain snap привязывать всевозможные проб и тем самым объекте terrain явно отличается от простого объекта проб если мы создадим с помощью меню create обычный примитив допустим бокс и перейдем в сцену то этот бокс появляется именно в разделе проб вы можете сконвертировать его в terrain modify convert to terrain и тогда он переместится уже в раздел terrain давайте также добавим terrain простой без текстур разница между оригинальным terrain который создается посредством карты в градациях серого которая называется high map и простой проб который сконвертирован terrain есть ряд отличий и дело в том что обычный terrain который сделан с помощью high map и вы разумеется не сможете сконвертировать в проб потому что он и не был пропом а изначально был создан на основе high map и то время как бокс изначально был пропом и разумеется вы можете его вернуть назад проб тем самым вы можете конвертировать его как в terrain так и назад в проб но сам terrain вы не сможете сконвертировать в проб по большей части это необходимо когда вы хотите добавить на terrain возможно какую-то горку которая была сделана в сторонней программе смоделирована более детализирована например и вам необходимо чтобы эта горка стала частью вашего ландшафта и чтоб с ней можно было бы точно так же взаимодействовать как и с ландшафтом и были те же самые функции для этого вы можете ее просто сконвертировать в terrain и она будет просчитываться программой как terrain далее convert l shader stum сконвертировать все шейдеры в здесь есть два варианта шейдеров pbr можно перевести как физически корректный шейдер и традиционал если вдруг часть ваших объектов со старым шейдером традиционал и вы хотели бы перевести их в pbr то в этом окне вы можете выбрать pbr и нажать конверт все ваши шейдеры сконвертируются pbr и то же самое работает и в обратном режиме если у вас pbr и вы хотите традиционал то здесь просто выберите традиционал и нажмите конверт эта опция конвертирует абсолютно все шейдеры второй вариант сконвертировать шейдеры только на выбранных объектах конверт камерах вов можно перевести как поле зрения или угол обзора в более старых программах highclone использовался горизонтальный режим эта программа начиная с версии 6 а в новых программах используется уже горизонтальная вов если мы переключим на вертикальный и нажмем конверта угол зрения камеры изменится вот мы видим как изображение изменилось и здесь вы можете в общем настраивать свои камеры далее меню conform как мы видим сейчас она недоступна и станет доступна только если вы будете настраивать одежду для персонажа можно перейти на вкладку контент и добавить какого-либо персонажа из раздела actor давайте возьмем вот этого персонажа так как у него присутствует майк она более-менее облегает тело и на ней будет гораздо удобнее показывать для чего нужен этот параметр и перейдем в сцен вот он этот аватар называется mail2 и здесь есть такие вот значки одежды и вот именно для одежды и подходит этот параметр давайте выберем tentop и теперь если мы зайдем modify то этот параметр станет активным верхник чекбокс просто включает выключает conform clothing далее параметр increase size он необходим для того чтобы увеличивать и уменьшать одежду если мы сейчас присмотримся то одежда более-менее плотно прилегает к телу допустим вам необходимо подогнать одежду под какого-либо персонажа и эта одежда допустим чуть больше чем это необходимо вот мы видим если первый параметр изменяет то одежда как бы расширяется и тут есть две группы параметров collision settings и outfit settings то есть настроить столкновение одежды с телом и подогнать одежду под персонажем первый параметр в группе collision settings отвечает за итерацию итерация это частота просчета максимальное количество от 0 до 3 чем выше итерация тем дольше и лучше он будет просчитывать одежду subdivision level также максимальное значение от 0 до 3 добавляет контрольные вершины между двумя соседними чтобы обнаружить проблему проникновения дело в том что когда вы будете подгонять одежду то возможно ткань будет проникать сквозь персонажа именно для этого можно подразделить уровни чтобы расчет был более точным мерджеринг также максимальное значение от 0 до 3 но тут используется дробные числа то есть есть плавающая запятая тем самым можно использовать более маленькие значения параметр margin рассчитывает расстояние смещения от поверхности персонажа до самой ткани чем меньше значение тем ближе будет ткань в разделе output settings первый параметр loss fitting можно перевести как свободная подгонка здесь максимальное значение от 0 до 5 этот параметр изменяет форму всей ткани чтобы сделать ее более гладкой если есть какие-либо складки они выровнятся и второй практически аналогичный параметр smooth который переводится как сглаживание у него тоже максимальное значение от 0 до 5 этот параметр как понятно из названия он просто сглаживает всю ткань при этом максимально точно пытается сохранить форму ткани форма ткани как например в этом случае она очерчивает основную фигуру самого персонажа это есть форма ткани и при сглаживании эта ткань будет как бы сглаживаться но при этом пытаться сохранить эту форму следующая кнопка calculate collision можно перевести как просчитать столкновение с помощью этой кнопки и просчитывается все параметры которые здесь выставлены за исключением параметра это рай сайс он как бы работает интерактивно вы прибавили и ткань сразу изменилась а эти параметры не работает интерактивно то есть необходимо нажать calculate collision чтобы просчитались эти параметры и после того как вы настроили ткань она более-менее облегает персонажа и вас все устраивает можете нажать save as default и положение этой ткани станет дефолтным далее если вдруг вы захотите еще лучше настроить вы можете опять попробовать какие-либо значения здесь просчитать их если вдруг вам это не понравится вы можете нажать reset default возвратиться в дефолтное состояние hide inner mesh можно перевести как спрятать внутреннюю сетку по большей части он необходим для того чтобы прятать поверхность персонажа которая просвечивает или проходит сквозь ткань и по сути весь этот параметр нужен именно для того чтобы максимально точно подогнать ткань и чтобы ткань не проникала внутрь персонажа далее можно попробовать как это все работает давайте немного уменьшим размер майки но чтобы она не точно подходила под этого персонажа как мы видим есть расстояние далее уменьшим итерацию subdivision и margin на ноль сейчас все параметры показывает ноль если мы нажимаем calculate collision разумеется ткань не реагирует потому что все на нулях и теперь если мы прибавим например максимальное значение на loss fitting и мы увидим как работает именно этот параметр и вот ткань начинает постепенно как бы уменьшаться для того чтобы более точно подогнать майк и вот наглядно мы видим что здесь начинает просвечивать как бы тело персонажа сквозь футболку вы можете повторно нажать calculate collision тем самым повторить просчет этих параметров если мы будем повторять нажимать то футболка будет все уменьшаться и уменьшаться тем самым понятно что loss fitting просто как бы уменьшает ткань пытаясь подогнать под тело ее откатимся назад поставим здесь ноль и поставим 5 параметре smooth как мы видим smooth работает практически аналогичным образом но при этом сама ткань еще и сглаживается далее давайте попробуем остальные параметры например поставим итерацию 2 subdivision level чтобы добавилось больше точек для просчета поверхности ткани поставим этот параметр на 3 расстояние между тканью и телом поставим и самое минимальное 0,1 далее чтобы эта ткань подгонялась разумеется тут выставим параметр например 2 и 2 и при этом она еще будет сглаживаться и теперь если мы будем нажимать calculate collision все эти параметры будут применяться проходит чуть больше времени потому что сейчас задействованы все параметры до этого здесь стояли нули разумеется они не входили в расчет и вот так вот постепенно плавно майка уменьшается и как бы подгоняется под тело персонажа ну и вот принципе майка можно сказать практически идентична его телу далее можно нажать save as default для того чтобы это было по дефолту в общем таким вот способом можно подгонять одежду для персонажей которые были созданы для и клон но опять же мы видим что height inner mesh работает не прям уж я бы сказал корректно если мы убираем с этого чекбокса галочку то тело персонажа гораздо больше видно то есть некоторых областях он все-таки срабатывает ну например вот здесь вот он не сработал то есть тело все равно видно и для того чтобы добиться идеального результата вы можете использовать второй способ который прячет поверхность персонажа под одежду если мы перейдем на сайт официальной документации то тут будет как раз эта тема как показатели скрыть внутренние сетки сетки имеется ввиду конечно же геометрию тут есть скриншоты и первый метод это разумеется height inner mesh если вместе с ним у вас не получается скрыть части поверхности персонажа под одежду то второй вариант из найти на и виду области в которой просвечивает персонаж точнее одежда проникая сквозь персонаж и сделать эту область прозрачный здесь описывается этот метод если мы вернемся в и клон по сути в этой документации описывается как сделать вот эту вот часть как просто прозрачный и разумеется если поверхность персонажа будет прозрачным то будет видимо только ткань в этом и суть второго метода теперь я думаю вам понятно как работает conform clothing и для чего он нужен и далее идут инструменты физики эта тема разумеется отдельного урока constraint manager в котором показан список constraints rigid body simulation в общем симуляция твердого тела симуляция мягкой ткани и добавление constraint на тему физики будет разумеется отдельный урок и рассматривать в этом уроке физику не имеет смысла на этом все увидимся в следующем уроке